Здравствуйте, Марина Васильевна, студент группы АС-82, Сурчиков, Шевалов, лабораторная номер 6, ЦАП, АЦП. Здесь у нас представлена ЦАП, цифроаналоговый преобразовать. Это у нас получается... Таня, скажи что... Устройство для преобразования цифрового кода, аналоговый сеть НАУ. Да. Ну, вот такая простая новая схема. Здесь у нас получается идет счетчик, он от 0 до 16, от 0 до 2, в четвертой степени. И этот сигнал вот здесь выходит единичка или нолик и передается на вот это наше ЦАП. Подается на входы высшего порядка. И потом у нас есть вот оплана напряжения. И на выходе получается какой-то аналоговый сигнал. Сейчас продемонстрируем какой. Запускаем симуляцию, трассировку. Так, добавляем вот. Так, здесь добавляем раз, два, три, четыре. Так, есть. И сюда добавляем, так, вот, здесь видим, что вот получается у нас подается на вход в высокого порядка, более высокого порядка, вот, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0 и так далее. А на выходе мы получаем вот здесь значение, так как у нас напряжение там стояло 5, то здесь мы получаем, ну, наше напряжение делится на равное, на количество, на 2 в количестве вот этих вот входов, то есть на 2 в четвертой это будет 16. И на выходе получаем вот то количество, который растет с каждым счетом на 0,33 примерно, да, потому что у нас есть... Ну, вот этот вот шаг на целых тридесятых примерно, он равен как раз вот 5 поделить на вот это вот значение. Ну да, и вот на пределе у нас получается около 5 вольт. Да, вот здесь. Ну, 4,8, там подвешник небольшой. Так, теперь показываем АЦП. Это АЦП, аналого-цифровой преобразователь. Даня, давай. Ну, устройство, которое считывает сигналы с наших датчиков и преобразовывает в цифровой сигнал. Да. Здесь мы опорное наше напряжение поставили 10, входное напряжение поставили 5. Вот сейчас продемонстрируем, что будет на выходе. Вот, сейчас трассировку запущу. Так, добавим вывод. Сюда выведем наш V. V1. А сюда выведем наши... Вот, здесь что? Раз, два, три. Спасибо. Вот. Видим, что здесь на входе у нас подается, получается, вот. Пять. А на выходах, получается, АЦП у нас идет значение, вот, которое равно, получается, у нас максимально там стоит восемь выходов. Восемь выходов, это получается два восьмое, двести пятьдесят шесть значений. Двести пятьдесят шесть значений, половины от этого, это будет у нас как раз сто двадцать восемь значений. И вот, один и семь нулей, это как раз у нас будет сто двадцать восемь. Ну, потому что мы второе напряжение поставили десять, и поэтому оно уменьшает в два раза. Да, 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 да. Ну, вот. Все, два следующих. Так, теперь покажем статический. Вот, эта схема у нас, она преобразовывает, получается, сначала аналоговый код в цифровой, потом цифровой опять в аналоговый. То есть... Делаем для того, чтобы увидеть, какая у нас погрешность. Да, мы смотрим, оцениваем погрешность вот этих вот преобразований. Так, запустим трассировку и посмотрим здесь... Вейнвы аут. Вейнвы аут. Сейчас, да, секундочку. Вейнвы аут и... Я не добавил вейнвы аут. Есть, он есть, он есть. Сейчас. Не вижу. А, да, здесь. Вот. Здесь у нас, получается, идет... Вот, вот это тот в пульсе. Это, получается, вот у нас генерируется сигнал. У нас значение этого сигнала вот... Сейчас. Значение сигнала от нуля до пяти, по сути, вот, генерируется с таким диапазоном. Сигнал, после этого у нас в аут, вот, видим... Ну, уже на цифровую, правильно, а вейн – это на аут. Да, ну, у нас... И они одинаковые. Сколько там, получается, будет максимум в аут? Ну, покажи играть. Ну, получается, на вход нам подается 4 вольта вот здесь. Да. И на выходе сейчас... Мы тоже получаем 4. Ну, грубо говоря, вот здесь... 4 вольта и 39 тысячных. Так как у нас в лабе было написано, что погрешность может быть... Сколько там, типа, до... Единицы поделить на 2 в степени N, по идее. Вот. И... А у нас погрешность получается 1 тысячная, что входит в эту погрешность. То есть... Ну, все... Да. И еще последнее – это схема тоже CFP и ACP, только динамически, да? Вот. Здесь мы только добавили генератор синусоидального сигнала и запустим нашу симуляцию. Сейчас идет загрузка. Так. Да. Выведем наш вейн, ваут. И вот видим... Здесь, получается, у нас вейн идет синусоидальный сигнал. Ваут тоже имеет, скажем так... Видим вот эти вот, как их называют, стычки дискокризированного сигнала. То есть первое, а потом обратно преобразованного в аналоговый сигнал. У него вот... Вот такие вот, получается, погрешность идет. Вот. Вот такая красота получается. Все. Все. Спасибо. До свидания. До свидания. Продолжение следует...